Но страшен был огонь земли советской. Слова о патриотизме и любви к родине звучали со сцены Самарского дворца ветеранов. Более 80 артистов, как профессиональных, так и самодеятельных творческих коллективов, выступили перед участниками общественных организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья. Концерт посвящен воссоединению полуострова Крым с Россией. Они уже привыкли жить в четырех стенах и жить только собой. А сейчас, выйдя, поделившись своим впечатлением, поделившись своим настроением, поделившись своей любовью к людям, понимаете, и хочется жить, и хочется работать. Это очень важно. Важно говорить о патриотизме, важно поддерживать дух людей, важно, так сказать, психологическое здоровье людей. Несмотря ни на какие трудности, нужно продолжать жить, продолжать верить, что все будет хорошо. Открыл концертную программу сводный хор ветеранов и молодежи. В него вошло сразу четыре коллектива. Они подготовили программу, с которой летом прошлого года гастролировали по Крыму и имели большой успех. Работать в такой разновозрастной команде всегда интересно, говорит руководитель объединения Александр Пензенцев. Происходит непрерывный обмен опытом. Ветераны передавали свои познания более молодежи, правильно, вот это патриотическое воспитание, нравственное воспитание. Это же все хоровое искусство, вообще оно, это коллектив. Там подводить друг друга нельзя. Каждый должен друг друга поддерживать. Поэтому, когда все вместе, поэтому такая поддержка идет. Из-за этого объединили все вместе. Особенно горячо зрители приняли детский музыкально-хореографический ансамбль «Искорки». Они исполнили русские народные танцы в аутентичных образах. В завершении представления всех гостей ждало сладкое угощение. Максим Магомедов, Константин Головин. События.